Христос Воскресе, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня постараемся вместе с вами вновь перенестись в те, хоть и далекие по времени, но очень близкие и трогательные сердцу каждого верующего человека, мгновения и дни Воскресения Христова. Многие святые отцы Церкви обращают внимание, что никогда в истории человечества не было таких необыкновенных, ни с чем не сравнимых дней, которые были со дня Воскресения и до Вознесения Господа Иисуса Христа. И сегодня вашему вниманию, дорогие друзья, кто желает, хочется немножечко представить образ одного из праведных людей, промыслом Божиим, которому суждено было оказать Господу нашему Иисусу Христу самое последнее благодеяние в жизни. Мы сегодня поговорим о святом праведном Иосифе Аримафейском и еще об одном праведном муже Никодиме, о двух учениках Спасителя, которые как раз и оказали при чистому телу своего возлюбленного Учителя, можно сказать, последний долг любви. Очень мудро говорит святитель Николай Сербский, один из выдающихся богословов прошлого столетия, что любовь к живому, она по-человечески естественна, но любовь к уже почившему, она превышает даже любовь к живому. Что нам говорит святое Евангелие о святом Иосифе Аримафейском? Евангелие от Марка, 15 глава. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. На церковнославянском даже сказано «дерзнул войти к Пилату». Очень глубокие слова, потому что в тот момент войти к Пилату и попросить тело одного из осужденных, это было немалое дерзновение, немалое мужество. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. «Он, купив плащаницу, снял его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и приводил камень ко дверям гроба. Мария же и Магдалина, Мария и Иосифа смотрели, где его полагали». Вашему вниманию, дорогие друзья, хочется зачитать мудрые размышления одного из самых ярких и без преувеличения непревзойденных духовных писателей 19-го столетия святителя Иннокентия Херсонского из его книги «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа». Вот что пишет святитель Иннокентий о святом праведном Иосифе. «А римафея Отечества Иосифа есть древняя Гомара, место рождения пророка Самуила, или, что вернее, Рама, по-сиро-халдейски Ар-Амафа, город в Калине Вениаминовом. Великое богатство, о котором упоминает и святой евангелист Матфей, дополняя и святого евангелиста Марка, делало праведного Иосифа в то время лицом очень значимым. В то время, когда, мудро замечает и святитель Ян Златоуст, за деньги можно было купить в Иудее все, что угодно, начиная от должности последнего мытаря до сана первосвященника. Кроме того, праведный Иосиф принадлежал к знаменитым членам Синедриона, об этом описывает уже упомянутый нами святой евангелист Марк и святой евангелист Лука. И вместе с другими благоговейными и доброжелательными, благомыслящими членами Синедриона, безусловно, Иосиф Ар-Амафейский как раз в этом сообществе был противоположностью Каяфе и Анне и всем тем, которые так ненавидели Господа Иисуса Христа. И, конечно, ни честь, ни богатство, заставлявшее многих саддукеев вовсе оставить надежду на промышление Божие о народе еврейском, нисколько не препятствовали Иосифу ожидать пришествия Мессии и воздыхать со многими истинными израильтянами о его святом царстве. «Если он, — пишет святитель Иннокентий, — подобно прочим, питал касательно этого царства, царства Мессии и некоторые предрассудки, представляя это царство земным и чувственным, то не был, однако же, подобно прочим, упорен в своих мнениях и ревностно искал наставления». Именно вот эта ревность о славе Божией, это внутреннее такое благородство и то, что он не был упорным последователем бытующего среди саддукеев и фарисеев в то время представление о земном, чувственном, материальном царстве Мессии, именно это и сблизило Иосифа Римофейского с Господом Иисусом Христом. Он понимал, что ненавистный для первосвященников пророк иудейский, преследуем Синедрионом, и хотя царство небесное им проповедуемое было совершенно противоположно земному царству, ожидаемому народом иудейским и, в первую очередь, его вождями, «И хотя во всех беседах Спасителя внушаемая была духовная нищета, столь противная людям, обладающими благами мира сего, Иосиф сделался искренним последователем и учеником Иисусовым». Об этом пишет святой евангелист Матфею, 27 главе. Весь недостаток этого ученика состоял в том, что он, опасаясь преследования от первосвященников, хоронил в тайне свою расположенность к своему Учителю. «Господь, щадя слабость человеческой природы и предвидя худые последствия для Иосифа, не требовал от него и ему подобных, чтобы они признавали его всенародной мессией, и тем менее вступали за него в Синедрионе. В последних покушениях Синедриона против Иисуса Христа, равные в суде над ним, праведный Иосиф не участвовал». Совершенно очевидно, он не участвовал по двум причинам. По осознанию своей невозможности хоть как-то воспрепятствовать уже такому заранее, это тенденциозный суд, когда уже заранее известна судьба подсудимого. И с другой стороны, как предполагает и не без оснований святитель Иннокентий Херсонский, само лукавство первосвященника нашло все средства, чтобы удалить Иосифа Аримафейского от того вот участия на том последнем суде. Конечно, для очень благородного сердца Иосифа было большой болью, большим страданием осознавать, что он член Совета, член Синедриона, и Синедрион осуждает на смерть любимого для него Учителя. К числу необыкновенных событий, последовавших за смертью Иисуса Христа, должно отнести и то, что тайные ученики его вдруг одушевились чрезвычайным мужеством, презирая стыд объявить себя перед целым иудейским народом, последователем Иисуса, причем уже умершленного. Иосиф твердо решился оказать ему последний долг дружбы и уважения, спасти от посрамления, по крайней мере, останки своего наставника. Решимость эта была, пишет святитель Иннокентий, сопряжена с немалой опасностью, не со стороны Пилата, потому что для Пилата можно было ожидать совершенно естественно благосклонного решения на эту просьбу, потому что этот грубый язычник так или иначе в своей душе все-таки осознавал несправедливость, то, что осужденный им Иисус из Назарета, царь иудейский, в чем обвиняли Господа Иисуса Христа, не совершил никакого преступления достойного смерти. И Пилат, как мы подробно видим из Евангелия, особенно из повествования своего евангелиста Иоанна Богослова, неоднократно пытался отпустить Спасителя, но превозмогли крик первосвященников и всего народа израильского, которые кричали, если ты отпустишь его, то ты не друг кесарю. И Пилат, как вы хорошо все знаете из евангельского повествования, даже вынужден был таким вот внешним действием показать свою как бы непричастность, невиновен я в крови праведника сего, умыл руки перед народом. И они кричали, кровь его на нас и на детях наших. Поэтому от Пилата следовало, скорее всего, ожидать согласия на просьбу Иосифа. Но Иосиф, тем не менее, подвергал себя и свою семью, своих близких немалой опасности, что в этот момент решился попросить тело Спасителя. Как вот об этом очень мудро замечает святитель Иннокентий, что любое малейшее уважение к Иисусу, первосвященники в этом видели измену своим замыслам, а покушение погребсти его с честью, не могли взирать на это иначе, как на возмущение против Синедриона, тем более опасное, что его предпринял теперь знаменитый член Синедриона, какой его пример весьма был опасен для народа и без того приверженного к памяти Иисуса. Иосиф Аримафейский, навсегда презрев страх, явился в притории с дерзновением, свойственным великодушию. Прошение его было для Пилата первым известием, что Иисус Христос уже умер. Игемон весьма удивился о такой скорой смерти, потому что из опытов знал, что распятые остаются в живых гораздо дольше. Не имея никакой причины сомневаться в справедливости слов Иосифа, тем не менее Пилат, все-таки как римский прокуратор, пригласил сотника и удостоверился в смерти спасителя. Едва ли, обращает внимание святитель Иннокентий, едва ли в всем случае, когда Пилат услышал от сотника свидетельство, что спаситель умер, едва ли в душе Пилата снова не возбудилась мысль касательно сверхъестественного союза Иисуса Христа с божеством. Скорая смерть его на кресте могла служить для язычника признаком благоволения к нему богов. Еще яснейшим признаком могла служить чудесные знамения, если только Пилат был внимателен к ним. Едва только воины успели нанести телу Иисуса Христа последний знак своего бесчеловечия, Иосиф является на Голгофу для снятия его со креста. Вместе с ним для этой цели пришел и праведный Никодим, тот самый, который некогда приходил к Спасителю ночью, в Евангелии от Иоанна, в третьей главе мы об этом читаем, и имел счастье беседовать со Спасителем о духовном рождении, необходимом для всех желающих войти в царство истинного Мессии. И тот самый праведный Никодим, который тоже мужественно возвысил однажды голос, когда члены Синедриола уже решили убить Спасителя, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 51 стихе мы читаем, что он возвысил голос и спросил, судит ли закон наш человек, а если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. Подобно Иосифу, Никодим был богат и заседал в Верховном Совете, но на этот раз он не пришел вместе с Иосифом к Пилату по той причине, что именно свою ревность и свое благоговение, свою благодарность Свою Учителю проявил тем, что купил благовонные масти, литр около ста. Итак, тело Иисуса немедленно было снято со креста. Из евангельской истории не видно, чтобы при всем случае произошло что-либо примечательное. Тут слышны были одни воздыхания, видны одни слезы. Господь снова вступил в мирный круг дружества и любви, из коего исторгла его рука предателя. Вот как трогательно пишет святитель Иннокентий Херсонский. Вновь тело Спасителя оказалось в кругу тех, кто его действительно любит, благоговеет, кто ему благодарен. В это время, конечно, были сняты и тела распятых с ним злодеев. Если у них были родственники и друзья, то они имели право плакать над ними, но погребсти без особого разрешения прокуратора не могли. В руках врагов Иисусов остался теперь один лишь крест его. Не пришло еще время, чтобы всему священному древу воздаваемо было уважение приличное жертвеннику, на коем закланна всемирная жертва. Поскольку до субботнего вечера оставалось весьма немного времени, то друзья Иосифа сняли причистое тело с креста и немедленно занялись обрядом погребения. Тут следует отметить, что вообще для иудеев обряд погребения близкого человека всегда был сопряжен с очень такими трепетными ритуалами, множество деталей. Это вообще считалось великой добродетелью отдать последнюю дань уважения усопшему. У Иосифа близ Голгофы был сад, в котором, как и во всей окружности, находились каменные скалы. У одной из них по обыкновению иудеев иссечена была пещера для погребения. Никто не был погребен в этой пещере, Иосиф предназначал ее для себя и для своего семейства. И обладание вот этим местом, которое было поблизости от Голгофы, в этом случае было очень промыслительно, потому что она предоставляла все удобства для скорейшего погребения ввиду приближающейся субботы. Причистое тело Господа немедленно перенесено было в сад Иосифов. Если бы в пещере, где решили положить тело Господа, были уже погребены тела других людей, то злоба врагов Иисусовых могла бы впоследствии говорить, что воскрес не он, а кто-то другой, или что он воскрес не своей силою, а от прикосновения костям другого праведника, как это случилось во времена царей израильских. Это в книге царств повествуется. Точа занялись и погребальными приготовлениями. Погребальные полотенца, доставленные Иосифом, были самой тонкой и высокой цены, какие получались обычно из Египта, славившуюся семи изделиями. А Никодим принес столько ароматов, что их достаточно было на погребение самого первосвященника. Это было смешение из мирны, смолы благовойной, одного из деревьев, растущего в Аравии, и алоя, еще одного благовонного растения, которое тоже было распространено в тех местах. Вес ароматов, замеченный евангелистом, около ста фунтов, говорит о том, с каким усердием праведный Никодим хотел погребсти своего учителя. По окончании приготовления тело Господа по обыкновению было омыто чистой водой, об этом упоминает святой евангелист Иоанн 19, главе 40 стих, что такое было обыкновение омывать тело усопшего перед погребением. Потом осыпано благовониями, вместе с ним обвито четвероугольным широким платом, именуемым плащаницей. Голова и лицо были обвиты узким головным полотенцем, который именуется «сударь». Краткость времени не позволяла соблюсти всех прочих погребальных обрядов. Недостаток их наделись восполнить по прошествии субботы, потому что закон, закон приближающейся субботы, не позволял проявить все усердие к усопшему. Вход в пещеру, где положено тело Иисусова, был плотно завален огромным камнем. Предосторожность, необходимая в Иудее, где в те времена было много хищных зберей и птиц, и, как очень мудро замечает святитель Иннокентий Херсонский, равно как и другие святые отцы церкви, предосторожность излишняя для того, кто и во гробе не приставал быть Господом неба и земли. Как и при снятии со креста, так и при погребении присутствовали некоторые из жен, приверженных ко Господу, из которых, в первую очередь, мы знаем святую равнопостную Марию Магдалину и Марию Иосиеву. Усердие Иосифа и Никодима не давали теперь места их усердию, они смотрели только, как и где погребали Господа. Однако от нежной любви их к Иисусу не скрылось, что драгоценным останкам его еще можно оказать некоторые знаки уважения. И они решили запастись снова благовонными мастями, чтобы по прошествии субботы прийти и помазать тело своего Учителя. Это намерение было, естественно, согласовано с праведным Иосифом, который сам имел усердие и мог восполнить любой недостаток, и, с другой стороны, потому что он был хозяином этой гробницы. Естественно, праведный Иосиф и не хотел препятствовать этим благочестивым женщинам по прошествии субботы сделать задуманное имя. По окончании погребения все участвовавшие в нем немедленно удалились, каждый в свое место для празднования на вечеря субботы, которая сходилась с Пасхой, и поэтому в то время было великим днем. Далее святитель Иннокентий Херсонский как бы вновь переносит своего читателя в ту атмосферу, атмосферу единственной, ни с чем не сравнимой, и первой в истории Великой Субботы, которая была бесконечно долгой для святых жен мироносец, для учеников спасителя, которые страха ради иудейского, конечно, все находились в потаенных местах, которых наверняка внутри мучила совесть от того, что они оставили своего учителя в садуге в Семанском. Каждый из них мы лишь отчасти можем проникнуть со своим мысленным взором и сердечным таким вот чувством верующего человека, что испытывали ученики спасителя в ту самую первую и самую долгую Великую Субботу. Особенно, что испытывал святой апостол Петр. Очень долгой и очень мучительной была эта суббота. Вот как пишет святитель Иннокентий. Мысль о том, что их учитель умер и погребен, подавляла все прочие мысли, не позволяла прийти в себя даже составить какое-либо понятие об этом неожиданном и страшном событии. Будущее покрыто было непроницаемым мраком, а прошедшее более смущало, нежели утешало. Еще бы скорбь учеников Иисуса была не так чрезмерна, если бы они менее были уверены в его достоинстве. Тогда она скорее могла бы превратиться в охлаждение к нему, к тому, который так внезапно изменил их надеждам, подвергнуть себя смерти, а их посрамлению. Тогда скорбело бы обманутое самолюбие. Но любовь и уважение к Иисусу нисколько не умалили в сердцах признательных. Души учеников были соединены с ним навечно, небесным союзом. Гроб его сделался для них святилищем, в коем заключены были все их святые помыслы, все чистые желания, вся их вера и вся их надежда. Предсказания Иисуса Христа о своей смерти и воскресении должны были рассеять и облегчить горесть учеников. Но эти предсказания, как мы видим, пишет святитель Иннокентий, не обращали на себя вполне внимания и казалось им непонятными. Не умея представить, как Мессия может умереть, они не думали о его воскресении. И многократные обещания Христа Спасителя при прощании с ними на той последней тайной вечере, и его слова, что они вскоре увидят его опять, эти слова обещания теперь были или забыты, или превратно изъяснены. Если бы кто-то сказал им, он воскреснет, и вы увидите его, они бы наверняка сказали так же, как некогда ответила Марфа, знаем, что воскреснет, воскресение мертвых в последний день, когда все мы увидим его. И уже по воскресении Господа ученики его привели себя на память те случаи, когда он предсказал им свое воскресение. Вот, дорогие друзья, перед нашими очами святой праведный Иосиф Аримафейский. Тот праведник, тот великий человек, которому промыслом Божиим было суждено оказать телу Спасителя самое последнее благодеяние в его земной жизни. И тот, который исподобился великой радости светлого Христова Воскресения, когда из гробницы, которая принадлежала самому Иосифу, и куда он, как уже было сказано немножко ранее, предполагалось, что он будет погребен сам и его близкие, что этот гроб теперь является местом всемирного поклонения. И где святые жены мироносицы услышали от ангела вот эту радостную весть, радостную ни с чем не сравнимую, которую сейчас повторяют миллионы уст. Вы ищите живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес, как сказал. Христос воскресе, дорогие друзья! С праздником светлого и долгожданного Христова Воскресения! С праздником светлого и долгожданного Христова Воскресения! С праздником светлого и долгожданного Христова Воскресения! С праздником светлого и долгожданного